Сегодняшнее грамматическое упражнение, опять-таки, на тему простого настоящего времени Present Simple или Present Indefinite. Да, я согласна, что бывает по три, по пять, может быть, и больше будет упражнений на одну тему, но я делаю это как раз-таки нарочито, специально, чтобы уже настолько это до автоматизма дошло, чтобы те люди, которые начинают изучать язык, чтобы они понимали и были уверены в том, что они уже это прекрасно всё знают и понимают. Ну, для продолжающих много других каналов, где уже есть упражнения посложнее. То есть я специально выбираю то, что полегче, чтобы как раз-таки хотя бы база была заложена. Итак, поэтому снова Present Simple, но здесь не просто, как до этого у нас были упражнения на эту тему, а здесь появляется ещё такое понятие, как инфинитив, то есть начальная форма глагола. Вот та самая, которая в русском языке глаголы идут с окончанием «ать», «едь», когда отвечают на вопрос «что делать», «что сделать». То есть ещё не спряжённый глагол, не преобразованный так, как нам надо. То есть спать, кушать, бегать, прыгать, сидеть, встать. А когда мы уже спрягаем, получается «я встаю», «ты встал», или там «ты встаёшь», если так же в настоящем времени, да, «ты спишь», «она спит», «я сплю». То есть это уже спряжение глагола. А вот начальная форма – это вот «что делать». В английском языке всё проще. Инфинитив – это просто глагол с частицей «to». Вот «to sleep» – это спать, «to jump» – это прыгать, «to write» – это писать. То есть в английском языке всё проще, потому что нет такого количества окончаний, как в русском. Поэтому здесь мы будем, как обычно, переводить предложение, потом делать его вопросительным и отрицательным. Посмотрим сначала пример. «Моя сестра хочет спать». Инфинитив здесь, конечно же, слово «спать», «что делать». Часто в переводе забывают ставить частицу «to». Не знаю, почему уж так выходит, но факт. Значит, «my sister wants to sleep». Но часто переводят просто «wants sleep». И всё. Не забываем эту частицу «to», которая указывает как раз-таки, что это «что делать». То есть «моя сестра что делает?» – «хочет». Это у нас сказуемый, основной глагол. А хочет что делать? – «спать». Поэтому «to sleep» – «не хочет спит», а хочет спать. Основной глагол стоит с окончанием «с». Думаю, что вы все помните, потому что в простом настоящем времени, когда речь идёт про «нево», «неё» или «оно», у нас к смысловому глаголу, к сказуемому, всегда добавляется окончание «с». Вопрос со вспомогательным глаголом «does». Потому что без вспомогательных глаголов в английском языке мы не образуем вопрос и отрицание. В «present simple» в простом настоящем времени вспомогательных глаголов, как вы уже помните, наверное, два. «Do» и «does». «Does» – это к «he», «she», «it» – «do» ко всем остальным. И не забываем, что если у нас «s», вот как здесь «does» во вспомогательном глаголе, значит, в смысловом его уже нет. Он перекочевал, вернее, оно, это окончание, перекочевал туда во вспомогательный. Поэтому не «does my sister wants» – тоже такая ошибка часто встречается, а «does my sister want to sleep». Ну и отрицание тоже со вспомогательным глаголом. «My sister does not» или «doesn't», сокращенно, «want to sleep». Не забываем «to» – «не хочет что делать». Вот мысленно себе задавайте вопрос. Если именно подходит по смыслу именно не «что делает», а «что делать», значит, это инфинитив, то есть не забываем частицу «to», которая как раз-таки указывает на то, что это инфинитив, начальная форма глагола. Давайте приступим к предложениям. Итак, номер один. «Мои друзья любят пить кофе». Итак, сразу. Кто? Друзья. Что делают? Любят. Вот это сказуемое, да? А потом «любят что делать? Пить». Значит, этот глагол – это и есть тот самый инфинитив, стоит в начальной форме. Значит, вот он и будет с частицей «to». Не забываем. Итак, «my friends like», «любят», да? Любят что делать? «to drink», потому что глагол «пить» – это «drink», «to drink coffee». «My friends like to drink coffee». Давайте спросим. «Мои друзья любят пить кофе?» Какой выберем вспомогательный глагол? Потому что вопрос и отрицание обязательно со вспомогательным глаголом. Выберем «do», потому что это не он, не она и не оно. «Друзья», «они», «they» значит «do». «Do my friends like to drink coffee?» То есть всё остаётся, в принципе, неизменно. Не забываем частицу «to», «to drink». И отрицаем. «Мои друзья не любят пить кофе». «My friends do not», «don't», да, сокращённо. «Don't like to drink coffee». Предложение номер два. «Твой папа хочет построить дом». Глагол «строить», ну, кто-то, может быть, знает, кто-то уже встречал, кто-то нет. «To build», «build», отсюда есть существительное, да, «строитель», «builder», «to build», «строить». Здесь у меня не показано в упражнении, то есть я уже говорила, что я не очень владею всеми техниками, как, чего, куда вставлять, это слишком много времени занимает, поэтому, ну, я думаю, что у каждого есть словарь, тем более сейчас есть различные переводчики, можно вбить просто русское слово «строить», и вам выйдет перевод. То есть как оно произносится, слышно, как пишется, можно всегда везде посмотреть. Но я более чем уверена, что большинство из вас многие слова уже встречали. Итак, «твой папа хочет построить дом». «Your father», теперь «хочет», «wants», здесь уже с окончанием «s», да, сказуемое, потому что «папа» – это «he». «he», «she», «it», в простом настоящем времени, сказуемое, относящееся вот к этим лицам, идет у нас с окончанием «s», как в образце. «My sister wants to sleep». А здесь «your father wants», «что сделать». Инфинитив, да, не забываем частицу «to». «Wants to build a house». Кстати, и артикль не забываем. «Построить дом». Дом – это исчисляемое существительное. Дома можно посчитать. Он стоит в единственном числе. Ну, дом в смысле, это слово. Оно стоит в единственном числе. Исчисляемое. Значит, не забываем артикль «э». То есть в данном случае именно неопределенный артикль, потому что хочет построить, в смысле, не беседку, не, там, не знаю, летний домик, а именно дом, да, поэтому некий какой-то дом. Просто факт, что он хочет что-то построить. Дом еще неконкретный. Поэтому «wants to build a house». Зададим вопрос. «Твой папа хочет построить дом?» Выбираем вспомогательный глагол. Всегда начинаем с этого. То есть все по полочкам, когда в голове, то, в принципе, ничего сложного. «Do» или «does», потому что их всего два. «Does», потому что «he». «He», «she», «it» – это «does». «Does your father want?» Уже без «s», потому что оно уже ушло в «does», которое в начале. «Does your father want to build?» «To» никуда не девается. «Что сделать?» «Построить?» Инфинитив. «To build a house». И отрицаем. «Твой папа не хочет построить дом». «Your father» опять-таки «does not» или сокращенно «doesn't want», опять без окончания «s», оно уже в «does». «Doesn't want to build a house». Номер три. «Таня любит бегать». «Таня likes», «лайкс», потому что «she». «He», «she», «it» – сказуемое с окончанием «s». «Таня лайкс», «что делать?» «To do what?» «Что делать?» «To run», «бегать» – это «run». «Таня лайкс», «to run», не «лайкс», «run», а «лайкс», «то run», потому что «бегать», «что делать?» «Инфинитив», начальная форма. «Спросим», «Таня любит бегать?» «Таня» – это «she», значит, вспомогательный «does». «Does Таня лайкс», «с» ушло в «does». «Does Таня лайкс», «to run», и отрицаем. «Таня не любит бегать». «Таня does not», сокращенно «doesнт лайкс», «to run». «Четвёртое». «Они хотят пойти в школу». «They want», «что сделать?» «Вот здесь у нас, да, подходит «что сделать?» «Они хотят что сделать?» «Значит, не просто go», а «to go». «They want to go?» «И здесь подсказка стоит. «Здесь стоит» – это не частица «to». «to» может быть и частицей, и предлогом. Вот здесь это предлог направления, как я говорила в предыдущем упражнении. Когда куда-то, в школу, в кинотеатр, неважно там, в цирк, в парк, то есть это вы куда-то направляетесь. «В школу», значит, «to school». «At school» – это уже «в школе», «где», а «to school» – это «в школу», «куда». «They want to go to school». Спросим, «они хотят пойти в школу?» Вспомогательный «do», потому что «они», «they». «Do they want to go to school?» «Они не хотят пойти в школу?» «They do not» или сокращенно «don't want to go to school». И последнее, пятое предложение. «Он любит плавать». «He likes», потому что у нас «he», «he, she, it», опять-таки не забываем «s». «He likes to swim». «Что делать?» «He likes to swim». «Свим» – плавать. «He likes to swim». «Он любит плавать?» «It's a question», да, это вопрос. Выбираем вспомогательный. Какой будет? «Does», правильно, «does», потому что «he». «Does he like?» Уже без «с», она в «does». «Does he like to swim?» Не забываем «to». «Что делать?» Инфинитив. «Does he like to swim?» И отрицаем, «он не любит плавать». «He doesn't like to swim». Ну и в конце, как обычно, все пять умноженные на три. Утверждение, вопрос, отрицание. Приступаем. «My friends like to drink coffee». «Do my friends like to drink coffee?» «My friends don't like to drink coffee?» «Your father wants to build a house». «Does your father want to build a house?» «Your father doesn't want to build a house». «Таня likes to run?» «Does Таня like to run?» «Таня doesn't like to run». «They want to go to school». «Do they want to go to school?» «They don't want to go to school». «He likes to swim». «Does he like to swim?» «He doesn't like to swim». «They want to swim?» «О sure. »